Раньше мы говорили, мафия бессмертна, бюрократия в России бессмертна. Это не капитализм, это засилие бюрократов и воров. Тут надо просто понять, что происходит. Во-первых, люди, которые сейчас пришли к власти, они были очень маленькие. Ну вот тот же начальник территориального управления, ему сейчас 35. Ну, Советского Союза, у него тоже 30 лет. Он был в пятилетнем возрасте, он ничего не помнит. А вот то, как на протяжении долгих лет формировала нынешняя власть, его мировоззрение, помнишь, мы же строили поколение потребления. Он видел, что можно не работать, но получить огромные деньги. Можно, скажем так, не вставать рано утром и не идти на завод, и все равно как-то хорошо жить. Надо для того, чтобы хорошо жить, быть или силовиком, или бюрократом, или в каком-то нефтегазовом секторе работать. Поэтому определенное мировоззрение у этих людей сложилось. Оно, к сожалению, из общества потребления. Поэтому это другие люди. Потом второй вопрос. Среди тех, этих молодежи очень много хороших ребят. Но они, как правило, не проходят так называемый отбор во власть. Потому что, когда идет отбор во власть, он отрицательный. Нужно где-то фальсифицировать выборы. Тогда ты вроде свой. Нужно подвести, обмануть, не выполнить, хорошо отчитаться, а не сделать. И тогда ты вроде в когорте. Поэтому вот этот отрицательный отбор во власть, он не предусматривал выход тех людей, которые действительно патриотичны, которые добросовестны, которые умеют работать. А представляете, другое. Там вот кто-то кому-то позвонил, кто-то кому-то что-то занес. И вот эти раз... Я же тебе еще раз напоминаю. Глава городского округа до недавнего времени в лицо не видел начальника территориального управления. Он не знает, кто это. Он его не видел, он с ним не знаком. На этот вопрос ответ такой, что порекомендовали. Кто порекомендовал, кто вообще знает. Если бы тут народ его выбирал, тогда бы народ спасил. Ты вообще кто? Откуда ты? Что ты знаешь? Вот если бы он вот эту вот речь, которую тогда вчера этим неравнодушным градом рассказал, то сразу бы стало понятно, что он некомпетентен. Он не знает ничего про территорию, он не знает, кто занимается поликлиникой, он не знает, кто вообще принимает решения по строительству. И он просто один из многих, который научился, может быть, как-то отвечать на вопрос уклончиво, уходить от ответа. И, кстати, таких же много. Вот я тут смотрел, липецкий губернатор, ну что, будем травить как клещей людей, которые собрались, вроде как нарушили самоизоляцию. Давайте подделаем данные по ковиду. Ну вот это как раз, они же прибиваются постепенно во власть и занимаются верхним эшеломом. Но руководят-то не они. Решения принимают на уровне страны, на уровне даже области. Это совершенно другие по возрасту люди. Не-не-не, остановите. Я не согласен. Я сейчас объясню, почему. Во-первых, те, которые по возрасту, знаешь, как вот, у нас же люди все отличные, русские люди, народ, да? Но ведь какое-то количество русского народа воевало на стороне власовской армии. Причем очень большое. Это были предатели, это были люди, которые свои личные интересы поставили выше интересов родины. Но они есть. Просто сейчас всех как-то подняло во власть, ну их потомков. Ну потому что, давай так, не дать людям денег, когда у них тяжелое время, не поднять пенсию, не дать возможности как-то выжить, говорят, это кто вообще сделал? Это что, американские империалисты, что ли? Они нам наоборот показывают, как нужно делать, да? У нас внушали богатая страна, умное руководство. Ну как это умное руководство? Вот сейчас довело здравоохранение до такого состояния, мы знаем, что произошло. Доходы населения падают, неизвестно как, предприятия останавливаются. Это что, умное руководство? Поэтому это же люди, воспитанные в Советском Союзе, они абсолютно разные. Вот я и хотел... Были коммунисты, которые там пистолет и вперед за родину за Сталина. А были и другие. Они тоже были воспитанные в Советском Союзе. А потом были люди, которые говорили, нет, я не дам приватизировать свое предприятие. А другие говорили, да ладно, мы тут сейчас быстро все соберем, за границу все продадим, за границу отправим и будем жить спокойно. Но воспитывали всех одинаково, в одних школах, в одних садах. Ну, слушай... Как получилось так, что одни вот стали такими, а другие остались как вы? Слышал личный пример, да? Если власть показывает личный пример, что не надо работать честно, на благо народа, а нужно воровать и потом сразу куда-то, скажем так, делать хорошо для себя, а для остальных ничего не делать, а потом тебе за это не будет, власть же распитала. Ну, мы же все время боролись с коррупцией. Ну, понимаете, что коррупция победила? Это что, власть не могла разобраться с коррупцией? Да ладно.